Зураб Аласанья Зураб Аласанья Зураб Аласанья Пусть будет Я не помню Ну готовы попросить прощения у всех бывших? Да, я всегда готов попросить прощения у всех людей Вообще всех на свете, друзей, у приятелей, у детей моих, у жены и тем более у бывших На первом национальном, на всю страну Вы называли фамилии прокуроров, воров и коррумпированных чиновников Вам угрожали физической расправой? Неоднократно Как Вы с этим справлялись? Ну не так, я хожу вооруженный, но это мало осмысленно Чего вы боитесь? Пожалуй, уже ничего. За что в вас можно влюбиться? Меня можно только ненавидеть. Попа или грудь? Попа. Общественное телевидение – миф, а Евровидение – реальность. Деньги забрали с телевидения и отдали Евровидению. Вы ушли, потому что считаете общественное телевидение важнее, чем Евровидение? Да, да. Почему? По определению. Евровидение заканчивается, и общественный обещатель будет всегда. Трустики, плавки или шортики? Шорты. Рейтинг канала упал. Вам не обидно, что ваши подчиненные сделали продукт, который мало кто видел? Абсолютно нет. Почему не обидно? Потому что они делали правильный продукт, нетоксичный. А рейтинги – это токсичный продукт, вот как наш с вами сейчас. На какой машине вы ездите? Ауди, восьмилетний. В каком районе снимаете квартиру? Где-то рядом, Шевченко, по-моему. А сколько платите за аренду? Выросло уже до 8 тысяч. Гривен? Да. Дешево достаточно. Виски или водка? Виски. Вы сказали, я не нахожусь рядом с властью, потому что не могу распоряжаться миллиардами на Евровидении. Власть вас не защищает? Нет. Кто вас назначил тогда? Получился консенсус. Общественный, политический и медийный в том числе. Так кто вас назначил? Формально назначаю премьер-министром, до сих пор тоже. Порошенко ваш президент? Он президент моей страны. Когда вам плохо, кому вы звоните? Один. Никому. То есть у вас нет человека, которому вы можете рассказать, что у вас назначает? Нет, нет человека, которому я готов вылить все черное, что у меня накопилось. Вы будете депутатом Верховной Ради? Никогда в жизни. Как в Саакашвили станет президентом? Украины. Украины. А вы бы этого хотели? Нет. Когда-нибудь станете еще госслужащим? Я никогда им не был, Алина. Ну, станете когда-нибудь госслужащим? Я не буду. Почему? Ну, надеюсь, что нет. С госслужащими я не хочу иметь дело вообще. Когда вы в последний раз подавали милостыню? Ну, каждый день. Каждый день. По настроению, да? Сегодня уже успели? Сегодня я ехал по пути, там на перекрестке стоял человек. А от кого вы даете? Все равно, по настроению, кому есть. В Китае расстреливают чиновников-коррупционеров. Хотели бы вы, чтобы у нас были такие же методы борьбы с коррупцией? Нет? Нет. Почему? Потому что это доводит до смерти. Будет наступление на Мариуполь? Нет. За что вы можете ударить? За хамст. Дата рождения тещи? О, я не помню. Новая полиция. Единственная реализованная реформа. У нее есть будущее в Украине? Безусловно, есть. И это далеко не единственная реализованная реформа в нашей стране. Какая еще? 374 примерно. Только они все мелкие, вас не интересуют. Вы можете сказать, что вы единственный чиновник, не укравший государственных денег? Я так не могу сказать. Во-первых, потому что я не чиновник, никогда не меня был. Во-вторых, я не один человек, который не крадет в этой стране. Нас много. К вам часто обращаются по фамилии? Прописки никогда, всегда по имени. А Лосанья вас раздражает? Нет. Так просто Зураб запоминается лучше, чем Сергей или Саша. Программа схемы и наши гроши. Умерли. Власть победила? С чего вы взяли, что они умерли? Нет. Так говорят. Они идут на нашем же канале, пардон. Ну, умерли в плане рейтингов? Я понял. Ну, меня рейтинги мало интересуют. Новицкого посадят? Нет. Динамо Киев или Шахтер? Киев. Динамо Киев или Динамо Тбилиси? Киев. Насколько часто вы делаете маникюр? Ну, раз в четыре недели. Я готов умереть за? За Украину. Больше всего на свете я люблю. На Украине. Какие радикальные преображения нужны Украине? Да никаких радикальных не надо. Не надо? Радикальных не надо. А что надо? Да жить просто. И делать то, что сейчас делает Украина. Хорошо. И напоследок ваши прогнозы. Безвизовый режим будет? Да будет, конечно. Донбасс. Когда будет наш? Он всегда был наш, есть и будет нашим. Революция гидности у России будет? Боюсь, что нет. Кто будет представлять Украину на Евровидении? Прогноз? Уф, даже представления не имею. Я этому рад, потому что новых немного. Ну, хотя бы у вас два фамилии. Вы ее не знаете и его не знаете. Это мое счастье как раз. Чтобы новые люди, новые имена. То же самое будет с политикой. Я еще не знаю. Вы уже знаете? Я не знаю. Никто не знает, слава богу. Хорошо. Савченко выйдет замуж? Мне интересует. Динамо выйдет из группы? Да. Трамп выиграет следующие выборы? Нет. Ирина Билык выйдет замуж? Я не знаю, кто это. У вас хорошая память? Нет. Как меня зовут? Алина. Вы ответили на все 55 вопросов и очень благодарны вам за это. Я благодарю вас. Друзья, если вам понравилось это видео, приглашаю всех вас подписываться на наш YouTube-канал «Утро в большом городе». Если вы подпишетесь, вы будете в курсе самых последних звездных новинок, а также свежих выпусков проекта «55 за 5» и всех новинок о звездах. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Ирина Билык.